Девушки отдыхают 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 и на губернии, где жили татары и чуваши, башкиры, удмурты, русские, казахи. Все жили в одном, так сказать, в одном пространстве, понимаете? А сейчас, видите, каждый хочет, так сказать, иметь свое собственное. Суверенитет. Суверенитет. Скоро район объявится какой-то у них суверенитет. Ну вот Владимир Авинокур читает же, у него есть прекрасный филитон такой, мы, жители деревни Дрондуны Бештанного района, решили, обратились в Государственную Думу с заявлением о выходе из состава Российской Федерации. Вот, видите, сейчас все собираются, стремятся выйти, хотя не понимают, что это чревато. Это живой организм, который, конечно, больно рвать. Это, конечно, все равно, чтобы отрезать печенку или селезенку у здорового человека. Где были рядом? Скажите, пожалуйста, вот с нами находится рядом Владимир Авинокур. Как Вы относитесь к тем пародиям, которые звучат с экрана? Ну, дело в том, что он уже давно меня не пародирует. Ну, то, что было когда-то. Ну, так, в принципе, в личной такой какой-то жизни он иногда делает на меня пародии. Не только на меня, он делает на всех президентов, на наших пародиях. Я отношусь к этому нормально. Если это не злая пародия такая, ну... Добрый, жалочная. Да, ну нормально, почему? Это же популярность, так сказать, человека, понимаете? Все популярные личности имеют своих пародистов, своих двойников. А кто у Вас двойник есть? У меня... Откуда они? У меня очень много двойников. Не дали, как вот вчера в городе Кургане подошел директор, значит, стадиона и говорит, слушай, у нас есть парень, ну, вылитый, вообще-то и копия. И в каждом городе даже однажды ко мне подошел где-то в Закавказской республике, какой-то человек сказал, вы знаете, мои родственники Вас очень любят, потому что я на Вас похож. Я говорю, да, ты похож, а повернись в профиль. Он повернулся, у него был вот такой вот нос, вот, ну, он считал, что он похож на меня. Спасибо Вам, Лев Олег Янович, что нашли промежуток между концертом. Дать нам интервью.